Сегодня мы продолжим с вами переводы Роша к трактату Брахот. Урок посвящается для безопасности и спасения и излечения на Святой Земле. И мы находимся вскоре после Геморы к 12-му параграфу. Как я говорил, мы обсуждали, что нужно читать шмали от Хила, по крайней мере, нужно читать с большой точностью и точно произносить все буквы, и в том числе, чтобы не сливались похожие буквы. И вот здесь как раз об этом сейчас пойдет речь. «ТАНИ РАВАВАДИЯ КАМИЯ ДЕ РАВА», что учил один лудрец перед другим, «ЛЕМАТТАМ ШЕЙЕ ЛЕМУТХА ТАМЕ». Кажется, это и слово «ЛЕМАТТАМ», «ТАМ», как будто четкое в данном случае, четкое, абсолютно «ТАМ», прекрасное произношение, что учите слова Торы четко и прекрасно, чтобы ЛЕМУТХА, твое учение, было «ТАМА». Четкое и идеальное. «КИДЕЛИ ТЕН РЕВАХ БЕНА ДВЕКИМ», чтобы отделять между похожими буквами, одинаковыми буквами. «АНИ РАВА БАТРИН», на это ответил РАВА, «КИМО АЛЬ ЛЕВАВЕХА». Примеры слов в ШМА, где одинаковые буквы в начале одного слова и в конце предыдущего. «БЕХОЛЬ ЛЕВАВХА, ЭСЭФ БЕСАДХА, ВАВАТАМ МЕХИРА, АЛЬ ЛЕВАВХЕМ, ХАКАНАВ ПЕТИЛЬ, ЭТХЕМ МЕЕРЕЦ». Вот. Здесь, кажется, еще один он пропустил почему-то. Там четыре лямида и еще четыре других примера. Два мема, один БЕД и один ПЕЙ. Кстати, некоторые доказывают отсюда, РАГГА, в том числе, что когда-то произносилось, как и некоторых сефардин тоже, например, БЕД и ВЕД одинаково. «ЭСЭБ БЕСАДХА». Поэтому нужно было делать небольшую паузу, чтобы не слились буквы. Но сегодня, когда большинство произносит «ЭСЭВ БЕСАДХА», это вообще-то разные буквы. Правда, они похожи, но все равно вряд ли требуется разделять между «В» и «Б». Теперь мы приводим из руссаминского талмуда еще одну точность в произношении, что «ЗАИН» нужно произнести как именно «З», а не чтобы не звучало как «С». Звонкий звук четко произнести. «ТИЗЗАКЕРУ». Почему? Потому что если звучит «ТИЗКЕРУ», это как будто чтобы вы заработали, да, «САХАР». «ТИЗКЕРУ». А мы хотим подразумевшить, что лиман «ТИЗЗАКЕРУ», чтобы мы помнили. Да, мы с вами соблюдаем не для того, чтобы заработать. Не «ТИЗКЕРУ», а «ТИЗЗАКЕРУ». «ТИЗАКЕРУ». «ЦАРИХЛИ ТЕНРЯВАХ БЕН ВЕХАРА АФ». Еще говорит иерусалимский талмуд, что между «ХАРА» и «АФ» тоже нужно сделать небольшую паузу, потому что иначе будет звучать «ДЕЛО ЛИШТАМА ВЕХАРАФ». Будет звучать как будто «ВЕХАРАФ». «ХАРАФ» — это другое слово. Учим мы в трактате «ПСАХИМ», такая смешная, «БИНЕН ВАВ ДВАРИМ АСУАНШЕЙ ИРЕХО». Там описывается шесть вещей, которые делали в городе Иерихо не совсем правильно. Три из них хазаль не остановили их, а три были так плохо, они делали три вещи, что их даже остановили. Не все, что люди делают неправильно, мудрецы их останавливают. Ну вот три из них не остановили, три из них остановили, но все шесть были не неправильно. В городе Иерихо когда-то. Вот одно из них говорится «ВЕХОРХИМ ЭТ ШМА». Так что такое «КОРХИМ»? Какое-то редкое слово. Что-то они делают не так при чтении «ШМА». Что именно не так? «ХЕХИ АВДИ» — что они делали? «АМАРА ВЕГУДА, АМАР ШМУЭЛЬ, ОМРИМ ШМА ИСРАЭЛЬ ВЕЛОГА ЮМА ПСИКИМ». Они говорили «ШМА ИСРАЭЛЬ» и не делали паузы. Раши объясняют, первым же Раши, «ЛОГА ЮМА ПСИКИМ БЕЙН ЭХАД ЛЕ ВЕАГАВТА». Что между первым стихом и следующим они не делали «ХЕФСАК». Все читали подряд. «АФАЛЬ ПИШИ ЦАРИХ ЛЕ ГАРИХ БЕХАД УЛИ ХАСПИК...» «УЛИ ГЕФСИК БЕЙН КАБАЛАТ ОЛЬ МАЛХУД ШМАЕМ ЛЕ ДВАРИМ АХИРИМ». Хотя на самом деле нужно подумать. Сначала нужно сказать первый стих «ШМА», остановиться, дать себе, прийти в себя, подумать о том, что только что сказал, что Всевышний один абсолютно. И только потом начинать, после того, как принял, как говорится, «Ермо службы небес», тогда уже читать следующие стихи. А они все читали подряд. Есть другие объяснения, что они не останавливались. Может, они в самом стихе не останавливались. Ведь должны быть определенные паузы в самом стихе «ШМА ИСРАЭЛЬ». Какая вообще... Где как бы запятые в этом стихе? «ШМА ИСРАЭЛЬ» – «Слушай, Израиль» – первая фраза. «ХАШЕМ ЭЛОКЕЙ» – «Ну, Всевышний наш Бог». «ХАШЕМ ЭХАД» – «Всевышний один». А они все это читали просто подряд, как сговорка. Окей. «РАБИ ГУДА УМЕР МАПСИКИМ ГАЮ ЭЛЕ ШЕЛО ГАЮ ОМРИМ БАРУПШИМ КОД МАЛХУТОЛИ АЛАМ ВАЭД». А Раби Гуда по-другому объясняет. Он говорит, что то, что они делали неправильно, когда читали ШМА, это потому, что они забывали или не хотели говорить БАРУПШИМ КОД МАЛХУТОЛИ АЛАМ ВАЭД. Это же не часть Торы. В Торе написано сразу ВИАХАРТА после первого стиха ШМА. А мы еще добавляем слова какие-то, которые в Торе не написаны. Гемора сразу же спрашивает, а почему мы тогда действительно эти БАРУПШИМ КОД говорим? Мы сейчас к этому придем. Значит, третье объяснение. РАВА АМАР. «МАПСИКИМ ГАЮ ЭЛЕ ШАЮ МРИМ ХАЁМ АЛЬ ЛЕВАВЕХА». У Равы третье объяснение, что не так делали эти жители Ерехо. Они говорили ХАЁМ и не делали паузы, не делали как бы запятую здесь, а продолжали АЛЬ ЛЕВАВЕХА. «Сегодня на сердце твоем». То есть такое впечатление, что слово «сегодня» идет на то, что «после», а не на то, что «до». Должна быть запятая, тут пауза. Слова, которые я заповедую тебе сегодня, должны быть на твоем сердце. А они говорили «сегодня на твоем сердце». То есть выглядит, что только сегодня мы будем иметь эти слова на нашем сердце, а не дальше, не во все дни нашей жизни. «МАШ МАХАЙОМ АЛЬ ЛЕВАВЕХА ВИЛОЛИ МАХАР». Выглядит как будто только сегодня, а не завтра. Так возвращаясь назад к БАРУПШИМ КОД. Почему же мы говорим «БАРУПШИМ КОД»? Если «АНШЕЙ ИРЕХО» это не говорили, то почему мы говорим, если это не в Торе? «ДАРАШ РАБИШИМ БЕН ПАЗИ». На самом деле, этот «ДАРАШ» считается каббалистическим. РОШ ничего здесь не объясняет. Но казалось, действительно, сравнение очень странное. С чем бы вы сравнили с «БАРУПШИМ КОД»? Уж точно не из ситуации, которая описана здесь. Но вот это связано с идеей Шхины, МАЛХУТ, каббалистическими идеями. РАБИХАМ изложено. Тоже в том числе подробно это обсуждает в своей главной книге. Его «Магнум опус» «Нефеша Хаим». Это полукаббалистическая книга. Я о ней уже говорил не раз. Это очень непростой мидраж. Но я только переведу его. Опять же, наша цель не агады здесь. РОШ это привел, я тоже только переведу. Это все не в нашем трактате, а в «Псахим». Но РОШ, как мы уже не раз видели, цитирует из разных трактатов, и также из Уссалинского Талмуда. Ведь РОШ это не комментарий к Талмуду. А это именно халахическая книга. Есть у РОШа тософот, а РОШ, они в стиле обычных тософот. Немецкая школа тософот, близкая к французской, северно-французской школе. А вот есть именно РОШ, когда он именно объясняет смысл текста, но в контексте именно халахических решений. Поэтому я не знаю, почему он вообще привел эту агаду здесь. Ведь халахического следствия никакого нету. Но он ее привел. Значит, говорится так, что Дараш объяснял, мидраж такой был у Робишимена Бен Пази. Что когда Яков позвал своих детей, то, что мы будем читать вскоре в главе Ваехи, перед смертью, Яков хотел благословить своих детей, он их собрал всех, и сказал, что я вам сообщу то, что будет в конце дней. А вроде он потом ничего не сказал на конец дней, он какие-то благословения им дал, но вроде простой смысл, что про конец дней он не говорил. Можно было бы сказать, что это и есть конец дней, благословение, которое он дал детям. Но вот хазакок не считают. Они считают, что он хотел им открыть про конец дней, хотел им пророческим образом рассказать, как оно будет, когда придет Мышиах, Ахарита Аймим, то, что называли пророки. Венисталкам и Менушхина, но присутствие Всевышнего, Роха Кодыш, божественный дух, который дает человеку пророческое откровение, это все скрылось. Всевышний не хотел, чтобы Яков открыл им конец дней. Но Яков неправильно это понял. Думал, наверное, кто-то из них грешный, поэтому Всевышний не хочет рядом с ним быть, когда он всех их собрал. Может, Хас Вишалом у меня тоже есть кто-то из детей, которые не будут кошерными, как, например, у Авраама был Ишмаэль, или как Ицхак, из которого вышел Исав. Может, из меня вышел кто-то из моих детей некошерный, поэтому Всевышний не открывается мне, пророческое видение скрылось. Амру тогда сказали все его дети в Юнисон, Шмай Исраэль, то есть они так интерпретируют этот медраж, интерпретируют, что слово Исраэль здесь имеется в виду сам Израиль, то есть Яков. Простой же смысл, что слова Шмай Исраэль, это Можа сказал перед смертью в последний месяц, когда он обучал Тори евреев, и сказал, слушай, Израиль, он к еврейскому народу обращается. Всевышний наш Бог, Всевышний один. Но вот они понимают, что это еще было сказано когда-то детьми Якова, данный медраж считает, что еще во время Якова сказали его дети, Шмай Исраэль, слушай, Израиль, Хашем Элэкейну, Хашем Эхад, Всевышний наш Бог, Всевышний один. То есть мы все верны, Всевышний, Он нет среди нас, никого, кто уйдет в плохую сторону. Так же, как ты веришь только в одного Бога, так же и мы все монотеисты. Патах Виамар, и тогда сам Яков сказал, Барух Шем Квод Малхутоли, Алам Ваэр. Благословенное имя Царства Всевышнего во веки веков. Амри Рабанан. Так вот, Равины теперь не знали, что делать, включать эти слова или не включать. Хейхи на Авид. Как поступить? Немрей. Если мы скажем эти слова, Ло Амрей Моша, но Моша же их не привел в Торе, в Торе нету слов Барух Шем Квод. Ло Немрей. Но если не говорить, Амрей Яков, но Яков же их сказал, как же поступить? Так тогда установили мудрецы, чтобы говорили эти слова тихонько, шепотом, как мы говорим. Что мы говорим Барух Шем Квод шепотом. И вот дальше сравнение, как я сказал, очень странное. Тана де Бираби Ами. Машали Бат Мелых. Шехериха. Сыкей Кедейра. Тайма. Ешлаганай. Лотама. Ешлаца. Хитхилла Авадим. Вегивиула Бехашай. Хитхилла Авадеа. Вегивиула Бехашай. Что, как говорится, сравнивается, как ни странно, с женщиной, которая понюхала приятные запахи, которые идут от вкусной какой-то пищи. Но ей неудобно было попросить почему-то. Если она попробует эту пищу, это будет неприлично почему-то. Но если она не попробует, то тогда будет она мучиться. Тогда ее слуги стали приносить ей секрет на эту пищу. Так же мы говорим тихо барухшим кот. Как я сказал, в этом микроше есть соды, есть секреты каббалистические, мистические. Поэтому я не могу здесь на это распространяться. Это заняло бы очень много. Это нужно другие совсем уроки тогда делать. Но, во всяком случае, простой смысл, конечно, очень-очень странный. Вот и агады, причем здесь до принцессы. И почему действительно сравнивается это с какой-то пищей, которую она очень хотела и желала. Окей, следующее. Мы учили, что если человек читал шма и ошибся, то ему нужно возвращаться на то место, где он сказал до сих пор правильно. То есть он не может читать, как мы говорили, АВБ в неправильном порядке. Если он прочел какой-то стих, и потом где-то он ошибся, то он должен возвращаться сначала на то место, где ошибка была. С этого стиха начинай заново. Значит, если человек не знает, где он ошибся, такое тоже бывает. В предыдущий случай, когда человек знал, где он ошибся, он возвращается назад в стих, где он ошибся. А если он не знает, где он точно ошибся, но он помнит, что это было где-то в этом стихе, тогда начинается заново этот стих читать. Если он не знает этот стих, он был в первой главе или во второй, в смысле, в отрывках Шма есть похожие стихи, например, Так если он не помнит, в каком из этих стихов был, в первом параграфе или во втором, пусть вернется в первый. Лучше заново прочесть, чем не прочесть то, что положено. Поэтому во всех случаях неуверенности ты заново читаешь отсюда и до конца. Интересно, да? В отношении Шма на Эсре это не так очевидно. Что делать, если человек забыл, в какой он броке находится? Бывают люди молятся без сидура, по памяти, и каким-то образом что-то их отвлекло или еще что-то. Или, допустим, они остановились, чтобы услышать, как Кедушу произносят. Допустим, они молились медленно и уже начали Кедушу произносить. И они остановились и слушают внимательно Кедушу, как Шухунага из такой ситуации. А потом не помнят, в какой он броке. Так есть большой вопрос, с какой броке теперь продолжать? Но, по крайней мере, в отношении Шма однозначно ты ничего не теряешь, если прочтешь заново. Это просто стихи Тора, и всегда можно читать сколько хочешь раз в день. Поэтому, если ты не уверен, в каком ты параграфе находишься, вернись лучше в первый параграф. Вот это пример, да? Предыдущий пример был, когда он даже не знает, на каком стихе он. Тогда он возвращается в тот параграф, да, и ни стих, ни параграф не знает, тогда он возвращается в первый параграф. Если знает конкретный стих, но не помнит, в каком параграфе, возвращается в тот стих в этом параграфе, соответственно, в первом параграфе, более раннем. В общем, если человек, говорится, по инерции уже стал говорить, как во втором параграфе, после ухтафтам, говорится лиман ербу емейхем вимейвнехем, то мы полагаемся на его инерцию, так сказать, что местам он сказал, раз он продолжил стихи второго параграфа, значит, он там и находился. То есть, если он не помнит, в каком параграфе был, но он знает, что он сказал ухтафтам и сразу начал говорить лиман ербу емейхем. Раз он это стал говорить, то значит, он во втором параграфе. Это, кажется, тоже все очевидно, что если человек вообще не знает, где он находится, тогда начинает заново шмат читать. Если он знает, что он находился в каком-то стихе, и там какое-то слово или какую-то часть стиха пропустил, или что-то неправильно сказал, тогда понятно, что он возвращается в этот стих. И так учили в Тесефте, Деми Хилтин в нашем трактате, перег бет. Хакуре шма вита виш мит ба пасук и хад. Если человек ошибся и пропустил какой-то стих, ло яд хиль мироша перег. Не нужно начинать заново весь перег, весь параграф. Другая версия. Невозможно этот стих просто отдельно прочесть. Если человек пропустил какой-то стих, его невозможно прочесть потом отдельно. Нужно начинать с него и до конца. Или яд хиль мирот пасук вегомер отцов. Викен бе халал, викен бе мигила, викен бе тфила. Что то же самое относится, что нужно читать, если пропустил какой-то стих, нужно читать с этого стиха и до конца. То же самое относится к халалу, то же самое относится к мигиле и также в отношении шмон-эсера. Что все порядок богословения, мякев, без них ты не выполнишь заповедь. Порядок должен быть нужный, поэтому если пропустил какую-то броху, возвращаешься назад к началу этой брохи. И хотел я вам еще один небольшой хитуш рассказать, прежде чем мы закончим этот урок. Мы говорили про то, что если буквы одинаковые, то нужно делать хефсик. Да, аль левавхем, например, аль левавеха. Во-первых, хефсик должен быть очень маленький, потому что на самом деле эти слова, они пишутся через дефис. То, что называется макиф, макаф, да, на иврите есть подобие дефиса, и он выглядит как и по-русски, как на других языках дефис. И это именно соединяет слова. Поэтому в каком-то смысле это почти как одно слово. Поэтому слишком большую паузу делать нельзя. Более того, как пишут грамматики, если сказать бихоль левавхем, если это было бы с паузой, то есть не через дефис, тогда холь превратилось бы в гласное камац катан, то, что называется. Есть камац, который читается как о, даже сифардимов читают как о. Обычно камац читают сифардимов как а. Но тот, который камац катан, например, хохма, коль и еще некоторые слова, левавдо, они читаются через о. Увишохбиха, а не шахбиха. Хотя там камац стоит, даже сифардимов должны произносить о. Так вот, коль всегда произносится как о. Когда это коль, который соединялся с следующим словом, как я сказал, это камац катан. А вот если это коль отдельное, просто все, коль что-то, не коль чего-то, не все, скажем, всем своим сердцем, а просто все, говорится. Коне-ха-коль, например, Всевышний владеет всем. То там коль пишется через холом. Это другой звук, вообще-то. Сифардим не сильно отличают камац катан от холом, но у шкиназим камац и холом сильно отличаются. Холом некоторые произносят как ой, или как эй, или как ау. Да, во всяком случае, большинство шкиназим не произносят холом, как просто о звук. Поэтому говорят о грамматике, если бы это было не смехут, не мукав, не было бы дефиса между ними, то тогда бихоль было бы, бихойль, как бы, как те, кто произносят ой, да, ойкают, если у них холом. В общем, так или иначе, это важно, чтобы пауза между бихоль и левавхэм была очень маленькой. Иначе, как я сказал, весь смысл будет теряться, и произношение тоже. Но это именно камац, и пауза только сделана, чтобы лямиды не слились в один звук. Но сама пауза, тем не менее, не из-за грамматики, а только из-за произношения. А вот грамматически как раз эти слова соединены, это почти как одно слово. Так вот, что я хотел рассказать, что здесь, значит, примеров, как я сказал, было 8, да, 4 ламиды и 4 других буквы. Всего 8 примеров, когда буквы одинаковые. Есть еще один пример, когда буквы одинаковые. Бней, Исраэль, в третьем параграфе. Почему там не сказано, что тоже нужно делать хефсик? Мне кажется, это доказывает, что правильно произносит Сефардим, который считает, что когда Юд идет после церии, он проглатывается. То есть, Бней Исраэль они произносят. Не Бней Йесраэль, а Бене Йесраэль. Бене Йесраэль. Потому что Юд там после церии, так же как Юд после И звука, после хилика проглатывается, так же Юд после церии не произносится. Поэтому не нужно делать хефсик, там нету двух Юдов. Там пишется два Юда, но не произносится. Произносится Бене Йесраэль. А вот по шкинацкому произношению, когда говорят Бней, Исраэль, действительно стоит здесь Хевсек, и в Аскровских, и в Сидурах, и в других, поставили такую вертикальную палочку в этом месте, чтобы знали, что нужно небольшую паузу сделать, чтобы не слились двоюдо. И на этом я сегодня закончил. Урок посвящался для безопасности, спасения, извлечения на Святой Земле, чтобы все раненые выздоровели, и чтобы вернулись все заложники живыми назад домой без ратушев.